В Наринмаре завершился фольклорный конкурс красоты и талантов. В этом году участницами этнического праздника стали девять представительниц разных культур Русской, Коми, Ижимской, Ненецкой, Поморской, Удмурской, Уссилемской и Марийской. Чем покорили жюри «Этнические красавицы», расскажет моя коллега Валентина Чебичик. Обрядовый танец «Сватание» семья Никитиных исполняла в день бракосочетания. Оба супруга – представители древнего финно-угорского народа Марий. Оба знают родной язык, изучают обычаи и фольклор. Традиционные знания стали основой в подготовке к печерянке. У нее украшения, которые на ней, это у моей бабушки украшения, а бабушке моей досталась от ее мамы. Получается от моей прабабушки костюм. По нашему языку это и дарма, и головные уборы тоже. Они вместе туда все включаются. Чтобы стать участницей фольклорного конкурса, одной красоты мало. Алена Ипатова в поисках семейных реликвий обнаружила в своем приданном сосуд с секретом. Он принадлежал ее прабабушке по маминой линии. Тетка Марфа славилась своим юмором и в подарок от друзей получила кружку «Напейся, не облейся». Сама кружка и ее секрет приехал вместе с мамой из Усть-Цильмы. «Чашка на самом деле очень интересная. Тут расположены отверстия, то есть попить просто так из нее невозможно. Нужно на внутренней стороне ручки заткнуть одно отверстие и пить исключительно через это». Для каждой участницы родословное не менее ценно, чем приданное. Свои корни необходимо знать каждому, считает Анастасия Шатровская. Составляя семейное древо, Настя с удивлением узнала историю знакомства своих родителей. Ее папа добивался маминой руки целых десять лет. В конце концов, дочь простого крестьянина из Великовисочного стала верной женой потомка знатных бояр из города Печоры. «Родословную я уже давно собираю. Собирает моя тетя, ездит по архивам. Я собираю что-то, узнаю от бабушек, от дедушек. И вот так вот я собрала свою родословную. По крупинкам, по частичкам создала в единое целое». Участнице из Ямала восстанавливать старинные обычаи не пришлось. Семья Юлии Воры по сей день живет в тундре и чтит ненецкие традиции. Она уже знает – выбирать жениха ей не придется. Все решают родственники. И конечно, каждая участница показала свои таланты в рукоделии, танцах, частушках и песнях. Характерные оконья, задор и старинная манера исполнения. Вологодскую участницу заметили с первых нот. Лидия Шапкина поет в фольклорном коллективе и учится на конструктора-модельера. Своего оконья совсем не смущается. Наоборот, изучает углубленно. «Я так углубленно занимаюсь этим, у меня это все сформировалось, и теперь я вот так вот разговариваю». Возможно, именно профессиональное изучение фольклора стало решающим в оценке жюри. Почетный титул «Печеряночка-2015» уехал в Вологду. Также Лидия Шапкина получила первое место в интернет-голосовании на сайте неофициального блога Ненецкого округа «Чумотека». Приз от газеты «Выборнао», на сайте которой шло голосование, получила Виктория Волкова из Удмуртии. Приз зрительских симпатий достался Марине Артеевой. Валентина Чибичук, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».